Районный рейд по благоустройству в этот раз коснулся трех поселений. За порядок в городе Пушкино отвечал Дмитрий Пустовой. Первая же точка возле средней школы номер 8 показала давнюю проблему. Контейнеры, предназначенные для бытового мусора горожан, забрасывались отходами соседнего торгового центра, странными, ничего не понимающими личностями. А вот вы привезли мусор к нам, это с рынка, с мини-рынка? Да, с рынка. А с какой торговой точкой это не секрет? Ой, я не знаю, я не понимаю. Извините, я не понимаю. Я неграмотная, не могу объяснить. И наличница, я так понимаю. Вот это наш мусор, который жильцы выставили. Это жильцы, да. А это мусорбосы, у нас закрывают я это, а мы не можем туда подпадить. А вот вы сюда мусор сложили от того, что не говорите, что с этим счастьем делается. Вот это откроют и сложат и уберут. Оказалось, для удобства дворники просто закрывают рыночные контейнеры на замок. Участники рейда не остановились на констатации факта и нашли конкретных предпринимателей, которых теперь ждет штраф. То, что мы вам показали сегодня в сюжетах, это, наверное, одни самые больные, проблемные точки нашего города. К сожалению, их много таких точек, но вот то, что увидели, это, наверное, самые грязные. Есть и положительные примеры. Дом Розанова, три. Тема весенних субботников по благоустройству из города Пушкино плавно перетекла в поселение Лесное. Здесь прилегающая территория выглядела намного привлекательней. Впрочем, одних усилий главы поселения здесь недостаточно. Сегодня получается так, что школа не может выйти на субботник, потому что надо получить разрешение личное родителя, чтобы привлечь ребенка к какому-то труду. Родители уже привыкли к тому, что за них кто-то должен убираться во дворах, дворники, допустим. И получается, что пусть все делают, кроме меня. Удовлетворительное положение дел комиссия отметила и в городском поселении Зеленоградск. А общий итог рейда подвела заместитель руководителя администрации района. Если сравнить, то вы видите, какой контраст у нас был, да, показы территории. Что бы мне хотелось сказать. Первое наше поселение было это поселение Пушкино, столица Пушкинского района, да. И вы видели, что на территории Пушкино, не выбирая маршрут, нам предложили его руководители администрации, было очень грязно. Даже нечего было показать. Хочу сказать, что граждане и жители одни и те же проживают во всех поселениях. Просто надо контролировать, следить работу выполнения муниципальных контрактов.